Здорово, YouTube, с вами Максим Густарёв, и сегодня мы разберёмся, какой из способов частотного разложения всё-таки правильный. Поехали. Способов частотного разложения на самом деле, ребят, много. Через внешний канал, через хайпэс, через прозрачные слои. И отнестись к выбору стоит с особой внимательностью, ведь от этого зависит... Ну, ровным счётом нифига от этого не зависит. Уровень вашей ретуши зависит от ваших рук, от умения двигать пером, ну, либо мышью, если вы какой-то особенный, от умения анализировать светотеневой рисунок, находить рельефные аномалии и их выравнивать. На эту тему у меня уже был стрим, обязательно посмотри, если не смотрел, там я всё прекрасно объяснял. Сегодня же у нас будет такой чисто технический видос. Я покажу вам три своих самых любимых способа частотного разложения, быстро и кратко. Поехали в Photoshop. Первый способ для меня является самым привычным и вполне достаточным для любой сложности работ. Раскладывать мы будем в две частоты, низкие и высокие. Скрываем высокие частоты, а низкие прогоняем через фильтр размытия. И здесь важно выбрать правильный радиус размытия, чтобы на изображении скрылась текстура и остался только свет-теневой рисунок. Далее отображаем слой хай и накладываем на него фильтр хайпэс под таким же радиусом. Резко меняем режим наложения этого слоя на linear light, линейный свет. Сейчас картинка стала перешарпленной, поэтому мы создадим дополнительный слой кривые и выставим края кривой в определенные позиции 0.64 и 255.192. Очень важно также кликнуть зажатым альтом между верхними слоями, чтобы применить обтравочную маску к высоким частотам. Всё, разложение произведено и можно приступить к чистке кожи. Это мой самый любимый способ частотного разложения, я его запилил на экшен, просто нажимаю на клавишу, он у меня запускается, я делаю частоточку, потом нажимаю ещё одну кнопочку и всё схлопывается, и хорошо. Второй способ немножко похож на первый. Также создаём две копии слоя с низкими и высокими частотами и также скрываем слой хай, а слой лоу прогоняем через размытие по гауссу. Далее отображаем слой хай и мчим не в хайпэс, как в первом способе, а в имейдж, apply image, внешний канал. В открывшемся окне выбираем в качестве источника размытый слой лоу и меняем его режим наложения на сабтрект. Обязательно убедитесь, что у вас в окне scale стоит двойка, а offset 128. Жмякаем ok, далее меняем режим наложения на linear light, линейный свет. Вуаля, разложение в частоты выполнено. Разница между первым и вторым способом, конечно же, есть, но кроется она в мельчайших деталях. Первый способ, который мой основной, мой любимый, он не совсем точно раскладывает изображения в частоты. Может потеряться микроконтраст на малых радиусах. К примеру, в этой фотографии видно, что первый способ разложения немножко съел яркость блика в радужке, в то время как второй способ вычислил яркости пикселей просто идеально. Но, если вы посмотрите на фотографию в общем масштабе, то никакого артефакта вы не заметите, как и никто из ваших зрителей. Поэтому не вздумайте катить бочку за бестолковые кадры на методы частотного разложения. А я все так же буду продолжать пользоваться первым ущербным способом частотного разложения, потому что он прост, и я просто к нему привык. Окей, и третий способ на десерт, чисто для лентяев. Если с первыми двумя способами все понятно, в высоких частотах мы работаем штампом, а в низких частотах работаем микс кистью, то третий способ радует своей простотой. Для начала создаем копию изображения и прогоняем ее через high-pass. При выборе радиуса вы должны хорошо считывать всю текстуру. Не используйте очень маленькие радиусы. Далее создаем пустой слой и закидываем его под наш слой с текстурой. И сразу с зажатым альтом кликаем между верхними слоями. Это нужно для того, чтобы наша текстура воздействовала только на пустой слой, который мы будем постепенно заполнять. Не забудьте также изменить режим наложения текстурированного слоя на overlay перекрытия. Ну вот, наш шаблон подред уж готов. Теперь мы можем работать с глобальной светотенью, простой мягкой кистью. Выбираем ее. Ставим побольше радиус, обязательно снижаем жесткость до 0%. Увеличиваем лицо и начинаем смягчать светотень. Сделать это можно с помощью забора целевого цвета через зажатый alt. Схватили пипеткой цвет и аккуратно закрашиваем соседние области. Моя рекомендация не лениться. Брать новый цвет каждый раз перед зарисовкой светотени. Так вы получите более мягкие и естественные переходы. В качестве лайфхака можете использовать быстрое переключение прозрачности вашей кисти с помощью цифр на клавиатуре. Нажмете единицу, кисть будет работать с 10% непрозрачностью. 2, 20%, 3, 30% и так далее. Я, работая на планшете, в основном использую 10% непрозрачность и очень редко поднимаю ее выше 40%. Потратив 5 минут на сглаживание светотени, вы получите вполне естественный и не пластмассовый результат. Конечно, этот простой способ уступает по функционалу частотному разложению, но как быстрая альтернатива он также неплох. Делая частотное разложение, старайтесь чувствовать границу света и тени. Каждый теневой горизонт является неотъемлемой частью объема. Если вы неправильно выберете радиус или вы дадите себе полную свободу в мазюканье кистями от балды, вероятность получить пластиковую куклу на выходе будет запредельным. И еще раз повторюсь, ребят, качество ретуши зависит не от метода частотного разложения, а от ваших рук. Тренируйте свой скилл, все приходит с опытом. Обязательно поставь лайк этому видосу, подпишись на канал, мне будет приятно. И до новых встреч, пока! Субтитры создавал DimaTorzok